Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Когда ты слышишь от своего ребенка, что он тебя ждет дома, это лучше всего. Итоги проекта тебя ждут дома. Я чувствую, что есть силы все это сделать, выиграть его. Отборочный этап соревнований по методологии WorldSkills. Меня это привлекает, я хочу помогать. Итоги года волонтеров в Десногорске. Сюда может прийти каждый и заниматься спортом. Популярный вид спорта в городе Атомщиков. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 5 энергоблоков. Выработка составляет 190 миллиардов 157 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,5 процента от задания ФАС. Мощность 26. 168 мегаватт. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-2 энергоблоки, нагрузка суммарная, 2114 мегаватт. Третий блок находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ. 194-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии за 10 дней декабря составила 455 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 21 миллион. С начала года выработано 17,9 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 579 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подвели итоги уникального проекта «Тебя ждут дома», впервые реализованного в 2018 году. Два месяца специалисты управления информацией беседовали с юными десногорцами на тему безопасности, записывали видеоинтервью, транслировали детские размышления на экранах атомной станции, в эфирах радио и телевидения, публиковали в газете. Итоги решили подвести нетрадиционно. 6 декабря тренеры сектора культурно-досуговой и спортивной работы провели веселые старты. Эстафета объединила школьников и их родителей, сотрудников атомной станции, ее подрядных организаций, других предприятий и учреждений города. Все участники проекта были отмечены дипломами, грамотами и призами от профсоюза. Награду вручил главный инспектор Смоленской АЭС Рамиль Галиев. У проекта «Тебя ждут дома» получился двойной эффект. Во-первых, трансляция детских размышлений о безопасности, главной ценности «Росатома», стала хорошим дополнением к отраслевой программе по повышению производственной культуры и профилактике травматизма. Во-вторых, финал превратился в настоящий праздник единой команды. Пройдет немного лет, и вы станете работниками станции в любых предприятиях города врачами, учителями, строительными. И все, что вы сегодня у вас требуете, это поможет вам в дальнейшем жизни. Действительно, все участники проекта, а это 32 подростка от 6 до 14 лет, уверены, что безопасность играет главную роль в работе и жизни человека. Поэтому необходимо следовать инструкциям и применять средства индивидуальной защиты. Например, Егор Костоглотов, собираясь кататься на роликах, надевает защиту, чтобы в случае падения не ушибиться. София Портных переходит дорогу только на зеленый свет и прежде обязательно смотрит по сторонам, чтобы понять, как близко автомобиль. Безопасность – это когда чувствуешь себя защищенным, делая какое-то дело и не боишься здоровья себя и близких. Мой папа одевает специальный костюм, который не проводит электричество, каску, очки, перчатки, наушники, либо беруши. Ребята в своих видеообращениях пожелали взрослым успехов, здоровья, хорошего настроения, позитивного мышления, правильных решений. Они хотят, чтобы родители действовали по правилам, были внимательны и осторожны, заботились о своей безопасности и безопасности окружающих и поскорее возвращались с работы. Наши дети ждут нас дома. Море позитива, мне все очень понравилось. Дочь моя довольная и счастлива, жене очень понравилось. И мы хотим, чтобы этот проект продолжался. Когда ты слышишь от своего ребенка, что он тебя ждет дома, это лучше всего мотивирует работников на то, чтобы соблюдать все требования безопасности. Очень понравилось. Мы хотим, чтобы такие проекты продолжались, развивались, их было больше. Весело, задорно, для всей семьи. Нам очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что это весело. Это семья, все вместе поучаствовали в чем-то. Задорно, останется впечатление надолго. Десногорский энергетический колледж стал площадкой проведения отборочного этапа соревнований профессионального мастерства по международной методологии WorldSkills. Вызов дивизионального чемпионата концерна Росэнергоатом «Реоскилз» и регионального WorldSkills «Молодые профессионалы» приняли 48 десногорцев, специалисты Смоленской АЭС, студенты колледжа и школьники. Соревнования эти уже имеют свой опыт, свою историю, но вот в таком вот разрезе у нас они проходят впервые. Почему? Потому что у нас участники сегодня, во-первых, это работники Смоленской атомной станции, настоящие профессионалы. Во-вторых, у нас студенты, те, кто еще учится этому профессионализму. И мы пригласили школьников. Состязания проходили в трех компетенциях – электромонтаж, сварочные технологии, лаборант химического анализа. Организовывать площадки для проведения соревнований по международным стандартам WorldSkills помогли социальные партнеры колледжа – Смоленская атомная станция и акционерное общество «ЭЦМ Смоленск». За работой конкурсантов наблюдали 16 приглашенных экспертов, среди которых мастера производственного обучения и преподаватели колледжа, специалисты предприятий города, учителя школ. Самая многочисленная компетенция – электромонтаж – объединила 25 конкурсантов в трех возрастных группах. У каждой свое задание по монтажу электросхем и поиску неисправностей. На площадке «Риаскилз», где развернулась напряженная борьба за путевку на дивизиональный конкурс профессионалов, состязались работники электрического цеха «Смоленск АЭС» Александр Буланцев, Денис Доронин и цеха вентиляции Алексей Гайдачук. Лучшие результаты показал Александр Буланцев, бронзовый призер «Риаскилз-2017», победитель чемпионата 2018 года. «Хочется попробовать еще раз свои силы, попытаться. Я чувствую, что у меня есть силы все это сделать, выиграть его». Амбициозные планы и у победителей компетенции «Электромонтаж юниоры» Романа Митрущенкова и Дениса Филатова, которые второй год участвуют в чемпионате. В прошлом году ребята стали серебряными призерами. В этом мечтают дойти до финала и поехать в Москву на всероссийский чемпионат. Когда нам предложили и сказали название конкурса, лично я уже знаю, что это за конкурс, я посчитал, что было бы почетно поучаствовать в этом конкурсе. В компетенции «Лабораторный химический анализ» оценочные мероприятия прошли пять студентов колледжа и восемь школьников. Перед ними стояла задача определить общую жесткость воды комплексонометрическим методом. Моя первая специальность – технолог воды, я ее уже закончила. И я очень хотела бы работать на станции по специальности «Лаборант химического анализа» либо же «Аппаратчик химводоочистки». Мне это интересно, я понимаю, что это очень важно также и для самих людей. Это огромную пользу я принесу людям. В компетенции «Сварочные технологии» приняли участие 10 студентов Десногорского энергетического колледжа. Первое место занял Александр Сидоренко. В феврале в Смоленске ему предстоит сразиться с сильнейшими представителями своей профессии и ут подтвердить статус Десногорского энергетического колледжа как одного из лучших учреждений среднего специального образования в регионе. В феврале 2019 года победители и призеры отборочного этапа примут участие в дивизиональном и региональном чемпионатах профессионалов. 5 декабря праздновался Всемирный день волонтера. Волонтер – человек, который отдает свое время, энергию, знания и не получает финансовую выгоду. Но он получает нечто более важное – личное самоуважение и чувство своей необходимости. Эту дату отметили и в Десногорске. В торжественном мероприятии приняли участие сами волонтеры, руководство администрации и Смоленской атомной электростанции. Праздник начался с просмотра фильма «Я волонтер. Истории неравнодушных». Это документальная картина о людях, готовых днями и ночами искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым. Затем глава города наградил благодарственными письмами лучших волонтеров Десногорска и отметил важность вовлечения еще большего количества детей и взрослых в ряды добровольцев. Желаю всем добровольцам и активистам никогда не терять своего энтузиазма, а общественным организациям продолжать успешно работать и принимать в свои ряды новых активных жителей. Также в торжественном награждении принял участие и начальник управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС Евгений Шубта. Он наградил самых активных работников станции благодарственными письмами, а заместитель главы Александр Новиков, который является куратором муниципального волонтерского штаба, вручил личные книжки волонтера. Это первый документ, подтверждающий бескорыстную деятельность. Он официально подтверждает все заслуги и добровольческий стаж. Сами ребята признаются, что безвозмездная работа доставляет им еще больше энергии и душевного тепла. В моей жизни волонтерство играет очень большую роль, потому что нет средства лучше почувствовать себя человеком, как помочь кому-то другому. Я хочу нести этому миру добро, хочу помогать людям, которые в этом нуждаются. Я считаю, что волонтер – это человек отзывчивый, который добровольно пойдет на помощь другим людям в любую минуту. И меня это привлекает. Я хочу помогать. В завершении мероприятия Александра Киселева исполнила гимн волонтеров. Пусть сотни измених вас помогают верить, пусть сотни наших сердец в трудный час обеют, пусть ваши руки в пути будут вам опорно. Пау-лифтинг, пожалуй, один из популярных видов спорта в Десногорске. Наши спортсмены не только стремятся к совершенству своей физической форме и здоровому образу жизни, но и успешно выступают в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба. Новый виток развития силовое троеборье получило в 2015 году, когда при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленск-АЭС» в здании реабилитационно-оздоровительного и досугого центра был открыт спортивный зал клуба «Самцон» для занятий силовыми видами спорта. Клуб на общественных началах, платы никакой нет. В принципе, поддерживаем сами собственными силами. Поскольку база уже хорошая, вложений никаких не требуется. Только поддерживать в текущем состоянии. На сегодняшний день в тяжелоатлетическом клубе «Самцон» занимается около 40 человек – мужчины и женщины. Дружеская, приветливая атмосфера. Во-вторых, я не являюсь работником станции, а здесь есть возможность заниматься спортом. И шаговая доступность в центр города – это очень здорово. Сюда может прийти каждый и заниматься спортом. Бесплатно. И я тому пример. Несмотря на то, что в клубе «Самцон» нет штатного тренерского состава, освоить технику работы на тренажерах и со свободными весами могут помочь опытные спортсмены. В зале комфортно. Если что-то непонятно по упражнениям, как работает какой тренажер, как выполнить то ли иной подход, ребята всегда подскажут, кто давно этим занимается, как силовым троеборьем или бодибилдингом. В числе положительных сторон занятий в клубе «Самцон» спортсмены также отмечают удобный график работы. В рабочие дни с 12 до 14.00, с 17 до 21 часа. В субботу с 17 до 20.00. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»